На самом деле это все очень бурно развивалось, что я такой максимально зеленый, только открыл ИП, что-то взял, что-то работает, не работает, ничего не понимать. Бизнесмен – это не призвание, а профессия, освоить которую может каждый, уверен Владимир Пинчук. Молодой предприниматель с 8-летним стажем в 21 год начинал с открытия сети уникальных автомоек. А сегодня он уже учредитель международной логистической компании. Но перед студентами Владимир не хвастается, а дает понять, что организовать свое дело доступно всем. Главное – учиться на чужих ошибках. Все в свое время начинали с нуля, не было достаточной информации, скажем так, и поэтому все на своих коленках какие-то делают ошибки и не продолжают их делать. И наша компания именно заинтересована в том, какую пользу мы несем. Мы несем именно пользу, что мы даем правильную информацию, как правильно вести бизнес, как не попасть на налоги, как их правильно платить. Самое трудное, говорит Владимир, сделать первый шаг, особенно, когда ты студент. Это прозвучит странно, но мы продавали муравьев. И именно вот эти аквариумы, вначале вот подумаешь, продажи муравьев, ну кому это интересно, кто будет покупать. Вот у меня именно такие вот мысли были. Но очень интересно, очень многие звонили, причем цена очень интересная. В перспективе студент думает расширять бизнес, и местные власти готовы ему и другим стартаперам оказать помощь. Для этого два года назад создали каворкинг-центр «Старт», где и прошла встреча студентов с предпринимателем в рамках проекта «Локомотивы роста». На рабочее место, в месяц, которое стоит 7 тысяч рублей, полностью оборудованное, это очень минимальная цена. Плюс наша поддержка на уровне бухгалтерии, на уровне финансовых консультаций. Следующее, мы предоставляем еще такую услугу, как юридический адрес. Площадка «Химки» – это довольно привлекательно, инвестиционно привлекательно. И потом глава городского округа настроена на развитие бизнеса. Это и дополнительно рабочие места, и вовлечение молодых людей, обучение их. И хотелось бы, чтобы «Химки» и дальше развивались. Ну а самые достойные начинающие предприниматели смогут рассчитывать не только на бесплатную информационную, юридическую, бухгалтерскую поддержку, но и стать обладателями грантов и субсидий от властей «Химок». Главное – иметь желание и перспективные коммерческие идеи.